Друзья, мы вновь на выставке Акватерн, на сей раз уже 2023 год. Очень много новинок из мира банных печей и, конечно же, отопительного оборудования. И начнем мы со стендов Zota и компании NMK. Поехали! И сейчас с Сергеем Милициным мы поговорим о том, что нового компания Zota привезла на эту выставку в этом году и что является настоящим хитом на стенде компании Zota. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Ну, что являлось настоящим хитом, нужно, наверное, по результатам года будет сказать, потому что мы поговорим о новинках. Начнем с электрических котлов. Хоть ты и сказал про твердотопливные автоматические котлы, но все-таки мы, наверное, корреке еще и в теме электроотопления. Здесь представлен котел, который мы назвали такой СТМ-проект регионального электрического котла. Что это значит? Вот котел в таком обличии выпускается в шести брендах. Но имеет существенное различие внутреннее. И почему он региональный? Ну, во-первых, региональная компания, не федеральная, а региональная компания владеет брендами этих котлов. И, во-вторых, есть технические особенности, характерные именно для региона. Работает котел в основном как резервный. Одна концепция – это электромеханические реле, наличие расширительного бака. Если котел работает основной, Иркутск, допустим, яркий пример, яркий представитель, твердотельное реле используется, отсутствие расширительного бака, потому что когда он работает в паре с твердотопливным котлом, то этого объема оно просто объективно не хватит. Посмотрим, что у котла внутри. О, так просто снимается лицевая панель. Снимается, если и получится, может быть, даже просто и одевается. Получается, да? Просто снимается, просто надевается. Фиксируется здесь винтами. Крышка очень удобная. Вообще концепция была такая. Сделать котел без процессорного управления – очень простой котел. Котел надежный. И то, что мы назвали «котел с открытой архитектурой». Что такое котел с открытой архитектурой? Вот базово вы получаете вот все, что необходимо. Котел, насос, группу безопасности. В двух моделях расширительный бак, компактные размеры котла. А открытая архитектура – это возможность подключения расширительного, подключения бойлера ГВС через трехходовой переключающий клапан типа фугас, внешнее управление насосом, работа с термостатами, именно с термостатами. Потому что не просто включение и выключение по сухому контакту происходит, а мы можем по отдельности включать и выключать каждый блок ТЭМ. Еще раз, в базовой комплектации котел самодостаточен. Вот то, что я сказал, наверное, будет использоваться 30%, но это все равно нужно, для того, чтобы можно было потом апгрейдить систему дальше, после того, как вы ее смонтировали. Что еще важно? Модель недорогая, но модель многоступенчатая, так скажем, по нагреву. Здесь установлено во всех моделях 6 нагревателей, но бывают и 6 ступеней, 9, 12, до 13 ступеней мощности. Это достигнуто тем, что мы применяем в моделях самых популярных 9 и 12 кВт, разное по мощности нагреватели. Допустим, самый популярный топчик 9, 3 кВт, 6 кВт, то есть 1, 1, 1, 2, 2, 2. И комбинации включения и выключения нагревателей вы можете получить от 1 до 9 кВт. Безопасность на самом высоком уровне, датчик минимального давления, реле минимального давления, датчик перегрева. Вот более новой, современной модели выведена клемма авария для уведомления об опасности, об аварии. В одной защитный контактор. Ну, я думаю, что любой монтажник, вот прям супер продвинутый монтажник, которому нужен функционал, он может здесь этот функционал организовать, реализовать, допустим, с помощью контроллера зон. Если система простая, пожалуйста, система простая, мы никакой функционал сюда не добавляем. Ну, лично мне кажется, что процентов 60-70 может быть система отопления, которая монтируется с котлами параллельно, как резервный, или пусть основной, но параллельно с котлами. В этих системах должен быть функционал отключения циркуляционного насоса. И здесь можно применить уже никакой контроллер, а просто реле, которое мы рекомендуем, реле задержки и отключения насоса. Вот если коротко все, наверное, по новинке, которая здесь очень популярна на выставке, сегодня третий день, вот, уже можно что-то сказать о популярности модели. В основной линейке ЗОТО электрокотлов какие изменения произошли? Вот как раз самое глобальное изменение, это основная линейка котлов ЗОТО. Мы пошли по пути такой универсализации головы, универсализации контроллера. И здесь мы представляем три новинки на выставке. Много котлов вы видите на стене, но мы поговорим о котлах ЗОТО, именно о трех новинках. Это все новинки, их объединяет общий, единая платформа, единый контроллер, который мы назвали X-Line. И название котлов содержит букву X, символ, литеру X, который говорит о том, что в них используется контроллер X-Line. Говорит ли это о том, что часть котлов уйдет с производства? Да. Часть котлов уйдет с производства. Какие котлы уйдут с производства? СОЛИД, ЛЮКС и МКС. Какие котлы придут им на смену? СОЛИД X, ЛЮКС X и МКХ. Последняя буква – новый контроллер. Функционал контроллера хороший, богатый достаточно, я бы сказал, не перегружен, необходим и достаточный функционал. Датчик температуры встроенной теплоносителя, датчик температуры воздуха в помещении, управление бойлером ГВС, точнее управление трехходовым переключающим клапаном бойлера ГВС, управление одним насосом, встроенным как в модели МКХ или как в моделях СОЛИД X и ЛЮКС, насосом уже вами смонтированным. Дальше мы отошли от концепции датчика уровня, защитного датчика уровня. Теперь в этих котлах будет использоваться датчик давления. Цифровой датчик давления, защита по нижнему порогу и по верхнему порогу. И монтажник, пользователь может этот порог настраивать, то есть этот порог изменяет. Погодозависимое управление на борту, возможность подключения для удаленного управления. Здесь вообще широкий функционал. Это наш родной модуль GSM ZOTA, теперь и новая модель с функцией Wi-Fi. Дальше приборы ZONT, управление по цифровой шине OpenTerm. И везде этот канал открыт, вот в этих моделях, которые я сказал. И новые наши изделия, термостаты. Термостаты всем полюбившиеся ZOTA в новом обличье, которые управляют по переключающему, так называемому, сухому контакту. И термостаты OpenTerm, именно по цифровой шине, которые могут управлять этим прибором. Либо это локально проводной прибор, либо беспроводные приборы. Вот основные такие, наверное, изменения, которые коснулись линейки. Но, насколько я понимаю, это изменения глобальные. То есть изменилось, поменялось все, абсолютно все. Будут еще контроллеры R-Line. Это более продвинутые контроллеры. И там управление тремя насосами, клапаном не только переключающим. Этот клапан может назначаться и смесительный. В этих котлах будут твердотельное реле. Это серия MKR и серия Smart R. Не захотели мы расставаться с названием Smart. Наверное, одни из первых применили его. И вот эта линейка расширится. Но, мне кажется, все-таки топовыми моделями будут модели с вот таким контроллером. Потому что подавляющее большинство монтажников, их устраивает вот этот функционал. А если нужно что-то сверху, ну ты можешь поставить зонт. И там поле просто для творчества безграничное. Что будет дальше? Какое это? Вот новое топовое. Новое для зона топового будет. Это газовые котлы. Мы очень аккуратно котлы в этой теме. Мы организовали испытания, именно наметания, чтобы снять вопросы. Это по-другому, что у зона в Красноярске там нет природного газа. Как можно изготавливать такие котлы? Ну а мы модульные установки, транспортабельные установки заказали. У нас природный газ под давлением 202. Через ведутеры подаемки. Как будто бы мы участочек 10 миллиметров огромные-огромные трубы вырезали. И мы здесь в Красноярске. То есть мы первые струбуем газ природных в Красноярске, наверное, так можно сказать. И это будут дополнительные котлы, методовые в прочности, котовая линейка на автоматике альянской системы. Пока что-то лучшее сказать я не могу, потому что не придутся разработки, не придутся испытания. Я думаю, что мы на рынке сезону теперь будем идти посмотреть, показать, как-то себя проявить. В этом нам украшение, мне кажется, получится. По комбициям полностью захватить, не предпосылок ни таких комбиций на стену. Сергей, ну, наверное, трудно сделать хороший котел еще лучше. Как вам это удается делать? Если бы были только положительные отзывы, наверное, мы бы этого не делали. Лучший враг хорошего. Но диапазон используемого твердого топлива, он очень широкий. И иногда требуется для котла то, что мы называем режим утилизации. Когда топливо влажное, когда топливо просто сверхзольное, там до 40% зольности, была проблема, когда интенсивность сгорения топлива в Булат снижалась очень резко. На улице мороз, а мы близко к номиналу или даже к половине мощности приблизиться не можем. Поэтому в прошлом году мы сделали доработку на котел Булат Турбо и показывали ее в вашем ролике по обзору Акватерн-2022. Эта доработка касалась дверцы. Если коротко, то идея разработки, идея доработки – это разделение воздуха, разделение воздушного потока под колосниковой подачей и над колосниковой подачей. Если у нас забился колосник, просто закрыло все поле колосниковое, котел практически останавливался. Теперь, понимая, что такой режим нас может ждать, это касается не дров, это касается угля именно. Мы перераспределяем воздух, чтобы он поучаствовал в горении, не снижал эффективность, НИМА не улетал из трубы. И этот воздух помогает горению, он находится над колосниковой, так скажем, в зоне горения, в зоне сжигания. То есть это можно сделать с помощью штатной дверцы, новые дверцы? Да, это можно сделать с помощью штатной дверцы, можно этой дверцей модернизировать и старые котлы. То есть можно приобрести дверцу, установить ее, понимая, что у вас такие режимы вероятны, либо вы постоянно на этом топливе работаете, и снижение ниже, допустим, 40% от номинала не может котел разогнаться. Для вас это критично, вот все взвесили за и против, тогда вы можете с такой инициативой выступить, мы такую дверцу вам продадим, поставим. Вот опыт дверцы Булата Турбо, они одинаковы с котлом Булат, мы применили на котлы Булат. Это котлы не полуавтоматические, не вентиляторные, там можно поставить турбосет, но в базовой комплектации это просто котел с возможностью установки регулятора тяги. И вот для режима регулятора тяги эта дверца также подходит, также настраивается режим. Вот, испытания показали, что классный девайс, это работает, и для того, чтобы рынок легко отличил, все серые котлы Булат, они будут оснащены вот этой дверцей. Новые котлы серого цвета, основного цвета корпуса будут с этой дверцей. А для котлов, скажем так, в младших версиях, имеет смысл подобную дверцу в воде консортимента? Нет, там немножко другой принцип сжигания. Здесь шахтное сжигание, камера, и в эту шахту воздух как раз и может уходить. А для котлов, ну типа тополь, там подача вторичного воздуха, она сразу вот в то место, где происходит сгорание. Там это делать не нужно. К нам тоже обращаются за котлами с огромной топкой для того, чтобы получить длительность сгорения сутки. Но при этом мощность котла не должна быть слишком большой. Вот как совместить вот это желание топить длительное время и топить на небольшой мощности? Мне кажется, здесь чисто техническое и физическое противоречие есть, потому что классика сжигания твердого топлива, это сжигание его в номинальном режиме, накопить тепло в аккумуляторе и распределить это накопленное тепло по системе отопления. Зота Куба, Стаханов, новые контроллеры на линейке Форта, отечественный контроллер вместо польского контроллера. Ну работы хватало по модернизации котлов. Нормально мы поработали на таком непростом твердотопливном рынке по автоматам. Хорошо, особенно по угольным котлам и в своем регионе. Решение чудесной таблетки, когда весь уголь или дрова лежат, и из этой части не одновременно все работает, в это сложно поверить. И конструкции, они имеют свои ограничения. Любое снижение интенсивности горения, интенсивности работы приводит к снижению эффективности работы. Это классика для твердотопливных котлов. В принципе, и не только для твердотопливных. То есть, серьезно увеличить длительность горения можно при переходе на автоматику? При переходе на автоматику, либо с потерей эффективности и снижением, значительным снижением мощности от номинала. А давайте тогда к автоматам и перейдем. Давайте. Сергей, тему твердотопливных автоматических котлов мы очень подробно рассмотрели на прошлой выставке. Я думаю, большого смысла повторяться нет, потому что в основе ассортимент остался тот же. Зота Куба, Стаханов, новые контроллеры на линейке Форта, отечественный контроллер вместо польского контроллера. Работы хватало по модернизации котлов. Нормально мы поработали на таком непростом твердотопливном рынке по автоматам. Хорошо. Особенно по угольным котлам и в своем регионе. Вы говорили, что нет газа в Красноярске. А с пилетами как там обстоят дела? Слушайте, ну с пилетами дела обстоят всегда и везде по-разному. Непросто. То есть нет такого, чтобы человек знал, за сколько он никогда и какого качества купит пилеты. Но тем не менее есть такие адепты, которые никогда от этого вида топлива не откажутся. Для меня вообще пилеты – это что-то приближающееся к газу. Потому что там, в принципе, после нагрева образуются десятки пиролизных газов, и все горят. Со всеми можно работать. И мы, когда делаем котел, я всегда говорю, что хороший пилетный котел, он просто стремится стать газовым котлом. Вот эта вот безгазовщина в нашем регионе, она приводит к тому, что нам приходится делать хорошие пилетные котлы. Ну и перед нами обновленный зото пилет. Да, это зото пилет S. Чтобы путаницы не было с предыдущей линейкой пилет S, мы немножко поиграли с мысль с ним рядом. Ну, то есть если раньше мощность была 15, сейчас 16, там 20, 21 и так далее. Вот где-то рядом, на 1, 2, 3 киловатта. Основные изменения, ну, кроме дизайна, который вы видите, цветовые решения новые применили. Вот мы сейчас по этим цветовым решениям идем. Это возможность установить золоудаление. Бывают все-таки пилеты и зольные, агропилеты, которые также можно здесь сжигать. Увеличился зольный ящик, он значительно увеличился, зольный ящик. Удобное обслуживание горелки. Функция стоп-уголь именно на бункере, ну, стоп-топливо правильно называть, потому что котел пилетный, стоп-топливо. Для улучшения эффективности вот этот дефлектор, рассекатель, отражатель, он был не на всех моделях, а теперь он с младших моделей будет установлен. И важно очень, что мы новые котлы начнем выдавать на рынок, начнем производить, когда у нас появится контроллер, новый контроллер Zota. мы теперь ориентируемся не на польских производителей, а именно на свои разработки в красивом корпусе. То есть обличие нового котла будет немного отличаться от того, что вы сейчас здесь видите, из-за контроллера. Функционал будет допилен, так скажем, до идеала. Котел должен понравиться. Да, вот такими мелочей мы набросали. Эффективность была хорошая котла, поэтому работали с его внешностью. При переходе на отечественный контроллер, ну, ZOT-овский контроллер, функционал остается прежним, удобство пользования остается прежним? Да, функционал остается прежним. Единственное, что у нас новые контроллеры, они будут с цифровой, с возможностью подключения приборов по цифровой шине АКНТР. То есть мы здесь, получается, вот в единую такую семью добавляем котлы электрические с контроллерами X-Line и R-Line и котлы твердотопливные, а потом дело дойдет и до котлов полуавтоматических. И вот здесь вот в одной системе с возможностью подключения по протоколу RS-485 разных приборов, там датчиков давления и так далее, вот это все будет в одной семье котлов. То есть по-хорошему мы открываем возможности и для других приборов, в том числе, мы снимаем, так скажем, ограничения. Я не буду употреблять сейчас модный умный дом, потому что для многих это немного другое. Но вот именно в инженерном смысле я думаю, что все меня помнят. К этому сезону вы подготовились, наверное, очень плотно, потому что в вашем ассортименте появились еще и новые насосы. Да, классные циркуляционные насосы. Вообще никогда не было таким преимуществом сказать, вот у нас насосы эффективные, надежные. Вот это уже все сказано, они классные, они красивые. Их нужно посмотреть. Пойдемте. Ну, кроме того, что существенно увеличилось количество позиций, о чем можно еще поговорить? Можно поговорить о том, что есть дефицит на рынке, и это количество позиций не для того, чтобы просто было больше, да, а для того, чтобы закрыть те бреши, которые образовались после ухода уважаемых игроков. Это эффективные частотные насосы. Раньше у нас было 4 модели, самые популярные модели, а теперь мы вот так вот так расширили линейку, появились мощные насосы, нас попросили привезти более мощный насос, и вот мы дошли до фланца. А потом начали уже разбираться внутри самой линейки, и появились такие классные модели, которые должны оценить монтажники. Ну, допустим, модель насоса 25 на 75 с базой 130. Самый популярный – база 180. Они есть у всех с базой 180 и разной мощности. А вот база 130 – это то, что устанавливается в смесительные узлы, допустим, теплого пола. И здесь, ну, как правило, шестерки достаточно по напору, 6 метров напора. Но, как мы говорим, насос для исправления ошибок монтажа. Если вдруг что-то пошло не так, то найти насос коротыш 130 мм с высоко напористой невозможно. Ну, просто таких я не знаю. Может быть, кто-то поправит. И вот у нас есть и в линейке ECO RING 3, и в линейке ECO RING 4 вот такие вот насосики 25 на 7,5. То есть, ну, это не будет там бомба, хит, чтобы вот каждый будет покупать. Просто такой вот показатель, что ли, инженерности, что мы подумали, мы позаботились. Мне кажется, должны оценить. И потом уже и с популярной линейкой нашей поработать. Ну, и насосы, трудяги, которые продаются много и продаются всегда. Это вот синяя линейка. Мы ее пока планируем так и оставить в этом цвете. На насосах не переходить на другую. Первый раз мы с таким вообще могучим ассортиментом также привезли насосные станции бытовые. Мы уже дошли до того, что у нас появился каталог насосов. То есть, отдельно выделен каталог насосов. Мы теперь вообще по этому пути идем. Отдельно каталог твердотопливные котлы, насосы. А электрокотлы не делали, потому что слишком много новинок. И мы просто еще не вместили, не успели это сделать. Отличный ассортимент, я думаю, закрывает большинство потребностей для современных инженерных решений. Плюс мы здесь еще не посмотрели коллекторные группы различные. То, что у вас уже давно в ассортименте. Источники бесперебойного питания, аккумуляторы. Все осталось, все продается еще лучше. Но у вас и даже в самых простых решениях есть еще одна новинка. Да, есть такая новинка. Это коллекторный шкаф. Коллекторный шкаф в трех исполнениях. И у каждого исполнение свои типоразмеры. Покажем его? Сергей, ну казалось бы, перед нами обычный ящик, в котором нужно монтировать оборудование для нашей системы отопления. А вот что у него такого необычного? Я даже не претендую на то, что здесь прям что-то необычное. Мы постарались по мелочам послушать монтажника. Точнее, послушать монтажника и по мелочам что-то улучшить. Но всегда были вопросы с внешним видом шкафов при доставке, там, нутса. Мы поработали с упаковкой, увеличили толщину металла. Это будет не самый дешевый шкаф на рынке, потому что материалоемкость его выше. Регулировка по высоте у шкафа. Ну, она удобная регулировка по высоте. Разные типы отверстий для крепления к полу, для крепления на стену, к разным материалам стен. И мы сделали интересную такую модификацию. Эта модификация называется S, означает монтаж на столе. Что это такое? Ну, вот у электриков есть Динрейка, а мы сделали что-то типа Сантехрейки. Вот такой штампованный элемент с направляющими, которые фиксируются даже в разобранном состоянии. Эта рейка, она устанавливается вот так удобно. И дальше здесь фиксируется. Чем больше шкаф, а шкафы от 300 до 1400 миллиметров по ширине, чем шире шкаф, тем больше вот этих вот реек будет для того, чтобы можно было какую-то такую монструозную большую конструкцию смонтировать. Ну вот, мы берем, монтируем на двух рейках. Вообще, вот уже такую конструкцию, уже, наверное, на трех полезно монтировать. Ну так для ролика, наверное, нормально и так. Мы сделали, собрали на столе, на верстаке, вне объекта, как угодно. И потом уже на смонтированном шкафу мы можем сделать вот так. Вот. По ширине зафиксировать, по ширине установить, по высоте ослабив вот эти вот крепления установить. И очень-очень удобно будет с точки зрения монтажника всю эту работу провести. Ну, то есть, допустим, подогнать под выводы, да, чтобы удобнее было смонтировать. Где-то, может быть, какие-то огрехи системы отопления. Ну, на старых шкафах тоже можно было эти огрехи все после того, как смонтировал. Основная идея – это возможность монтажа вне и удобство регулировки уже, когда инсталировал, куда установил. Из мелочей – это, ну, прямо совсем мелочи, наверное. Мы смонтировали, ушли с объекта. Вы знаете, заходят отделочники. Заклеивают со страшной силой скотчем, полиэтиленом и так далее. Мы предлагаем спрятать в чистое место вот эту вот дверцу. И вот такой элемент – это элемент упаковки, он же паспорт. Этот элемент вот сюда зафиксировать. И, пожалуйста, здесь мы можем уже его замарать как-то, а потом его утилизировать. А после пришли. Вот здесь тоже удобная, мне кажется, очень конструкция. Все, защелкиваем. Такая простая дверца. Если у нас шкаф большого размера, этих замочков может быть несколько. Вот, в принципе, есть еще шкафы. Этот шкаф углубленный. Для того, чтобы мог поместиться насос нормально расположенный. Есть шкаф стандартной ЩРН глубины и шкаф встраиваемый. Там тоже глубина регулируется. Вот, там двух исполнений не требуется. Вот, в принципе, и все новшества. Ну, то есть, вот эти вот встраиваемый шкаф, он тоже будет с литерой С? Да, да, да. Все шкафы будут с литерой С. Абсолютно везде штампованная. Сантехпланка, так ее назовем. Сергей, где я могу это посмотреть все в одном месте и посмотреть, как это работает? Это уже интересный вопрос. Мы в конце марта, начале апреля открываем шоурум ЗОТО. Наш шоурум в бизнес-центре Нео-Гео. Это метро Калужская, адрес Бутлера, 18. Там мы будем показывать свое оборудование, проводить обучение, назначать встречи с монтажниками, с блогерами. Это будет не торгующее подразделение. Работать мы будем через наших партнеров по-брежнему, но всю информацию техническую потрогать, посмотреть вы можете именно в новом шоуруме ЗОТО. Что ж, Сергей, спасибо вам большое. Успехов вам в это непростое время. Ассортимент у вас достаточный для того, чтобы все монтажники и все покупатели смогли купить все в одном месте и установить в свою систему отопления. Ну, а мы, в свою очередь, в магазине Форнакс, поможем это донести до конечных потребителей. Спасибо вам большое. Спасибо, Игорь. Счастливо. Друзья, мы вновь на стенде компании, которая производит котельное оборудование. Это компания НМК. С нами вновь Зенков Сергей. Сергей, ну, здесь у нас с вами какая-то невероятная новинка, что-то новое. Это, скажем так, новая линейка котлов Атлас. Это логическое продолжение усовершенствования котлов Магнум. Естественно, котел со временем начинает устаревать. Есть другие потребности. Потребности, запросы от пользователей. Линейка, которая будет производиться, это будет также 15, 20, 30 кВт. Возможно, больше, до 40 кВт. Котел длительного горения. Но с более реализованным конструктивом, который позволит использовать не как Магнум, допустим, в течение суток, одна закладка, а до трех суток. То есть большой бункер, другая система дожига, система вентиляции с автоматикой, полноценный полуавтомат. Да, котел очень высокий и очень глубокий. То есть у него большой бункер. И этой закладки должно, по идее, хватить на работу до трех суток. До трех суток, все правильно. Учитывая его габариты, как я проговорил ты, то большую часть котла занимает именно бункер. Происходит нижнее горение в режиме тления. Сразу скажу, что конструктив весь сейчас мы открывать не будем. Это будет реализовано чуть попозже и отдельным фильмом. Ну, назовем его, как правильно топить, как правильно эксплуатировать. Также здесь реализована система дожига газов. То есть в задней стенке есть поработанная система дожига газов. Если так, то это для прочистки. То есть это и какие-то турболизаторы, да? Все правильно, турболизаторы. Это лепестки, которые в процессе эксплуатации, грубо говоря, там прошел месяц. Они начинают подзабиваться, падает КПД. Человек проворачивает. Ну, останавливает котел для того, чтобы его обслужить через месяц. Проворачивает, чистит. Да, то есть вот они. Они вращаются вдоль своей оси. И тем самым можно прочистить шахту. Да. Также в стандартной комплектации уже будет идти автоматика и система поддува-вентилятора. Которая будет помогать ему, как делать предварительный продув перед розжигом, продув в момент удаления золы. То есть перед тем, как удалить, человек делает продув, чтобы выгнать из котла скопившиеся газы. Ну, чтобы они во внутрь помещения не выходили. Ну и в дальнейшем данная система позволяет нагнетать воздух для полноценного сгорания топлива. Что-то еще в линейке котлов НМК будет нового в этом сезоне отопительном? Или пока нас ждет классические модели, которые уже хорошо себя зарекомендовали? На данный момент завод активно поддерживает рынок, дабы все-таки его успеть насытить сезоном. Потому что спрос на предыдущие модели, которые мы не привезли с собой, потому что их уже просто смысла нет возить. По ним и так постоянно дефицит, помимо сезонного, это Сибирь, Гефест и Магнум. Их нужно поддерживать в том количестве, чтобы было достаточно для рынка. Серия Атлас это будет дополнение к тем моделям. Возможно, разбавив дополнительной линейкой более мощного и по длительности горения, мы сможем реализовать, чтобы сбалансировать рынок по потреблению. Что ж, очень интересно. Сергей, с котлами все, но есть еще интересное топительное решение у вас в ассортиментном ряду каминов. Да, предлагаю туда перейти. Слева от меня находится хорошо знакомый нашим зрителям камин Сибирь-12. А сюда на выставку вы привезли еще один, еще не 12-киловаттный камин. У нас хит-продаж это 12-киловаттный и 15-киловаттный. 15-киловаттная модель, такой же угловой, но повыше и чуть побольше был в размерах. И нам всегда говорили, вот нам бы такой угловой, но поменьше бы, пониже, поменьше. Вот мы привезли презентовать на выставку 12-киловаттный камин. Доработаны инженерные мысли в плане подачи воздуха. То есть помимо сохранившегося хорошего дизайна, здесь идет другая подача воздуха. Если взять модель 15-киловаттный, то есть открывая дверку, регулировка осуществлялась за счет подачи через зольник. Здесь также на 12-киловаттных через зольник плюс верхняя подача в зону горения. Здесь захватывается воздух в нижней части, поднимается вверх и распределяется уже по рубашке, которая находится внутри. То есть подача воздуха идет изнутри в зону горения через колосник и через заднюю стенку, где уже есть техотверстия для подачи воздуха. Оно регулируемое? Однозначно здесь есть регулятор в нижней части, то есть есть зона, распределена. Первая зона это зона розжига, когда эффективно подается воздух для качественного быстрого разгорания топлива. Вторая зона это у нас идет зона режима тления, когда камин разгорелся, то есть закладываются дрова, переводится в режим тления, минимизируя подачу воздуха. И зона остановки, то есть когда вы полностью закрываете подачу воздуха и камин начинает затухать потихоньку. Ну вот такая моделька приехала. Ну что ж, здорово. Мы конечно не будем рассматривать сейчас на выставке весь ассортиментный ряд производителей компании НМК, но в любом случае заходите к нам в гости, заходите в магазин сети Форнакс. Вся эта продукция у нас представлена, все представлено на сайте форнакс.ру, ну а мы можем пожелать компании НМК дальнейших успехов и ждем от вас новых интересных моделей. Евгений, я бы хотел поблагодарить вас лично и компанию Форнакс в вашем лице, что вы нашли время побыть у нас на стенде, знаете, это как новая просьба, то есть поговорить с хорошим умным человеком, узнать что-то самому новое и тоже очень рассказать, поделиться. Спасибо большое. Спасибо, очень приятно. Да, приятно, спасибо. Будьте здоровы. Итак, мы познакомились с продукцией компании Зота и компании НМК и продолжаем перемещаться по выставке Акватерн 23 года и сейчас мы идем смотреть, что же ждет нас нового в мире банных печей. Идем на стенд компании ТМФ и вновь вернемся на стенд компании НМК. Ну что ж, друзья, для тех, кто еще не познакомился со всеми новинками выставки, заходите в социальные сети и подписывайтесь на наш канал. До встречи. Спасибо.